Это помещение больше похоже на склад. Гора коробок с вещами, которые собирают работники муниципального досугового молодежного центра «Спектр». Сюда мог прийти любой желающий ребенок в свободное от учебы время. Родители и сотрудники центра обеспокоены дальнейшей судьбой своего второго дома. Работа шла очень большая, и ребят здесь прошло очень много. И, конечно, мне, например, просто до слез обидно, что эту комнату закрывают. Очень обидно. Потому что вот уже, как говорится, идет не то, что дети, потом их уже дети, и уже, можно сказать, внуки, как я считаю, уже мои внуки сюда ходят. Жители Зареченского района коллективно писали жалобу в администрацию города, на что получили ответ от 30 июля этого года, что помещение не соответствует нормам СанПИН. Поэтому проведение занятий в нем невозможно. Инициативная группа составила свое новое обращение. Очень надеемся, что данный репортаж всколыхнет общественность. Сотрудники администрации пояснили, помещение передано частному учреждению культуры центра традиционной тульской керамики. Они работают с детьми в том же направлении. Создают тульскую игрушку и тульский изразец. Частное учреждение культуры – это общественная организация. Они готовы сохранить, если руководитель объединения, который там проводил эти занятия, сочтет необходимым там заниматься с теми детьми, которые туда ходили. Центр осуществляет свою деятельность с 1976 года. За это время помещение не раз переходило из рук в руки в разные функциональные направления. Новое частное учреждение готово взять на себя социальную нагрузку и проводить занятия для школьников на тех же условиях. Культурно-досуговая система также готова принять руководителя на работу и предоставить заработную плату.